На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! Международный день защиты детей сегодня масштабно отметил Нефтьюганск. В одном из дворов 16-го А прошел праздник «Ура! Зажигай детвора!». Мальчишки и девчонки стали свидетелями батла роботов, рисовали 3D-ручкой, и мастерили подделки из дерева. Репортаж нашего корреспондента. Снеговик на асфальте. В первый день лета 7-летняя Василиса рисовала мелками не солнце и цветы, а Новый год. Как ни странно, девочка тепла в Нефтьюганске не ждет. Призналась, что скоро сама отправится навстречу лету. Я поеду к бабушке, потом поеду сюда на 5 дней, потом и еду отдыхать. Пока юные художники превращали асфальт в разноцветное яркое полотно, самые маленькие резвились на детской, непривычно праздничной площадке. Сегодня она была украшена воздушными шарами. Желательно, конечно, таких, чтобы праздников у нас было побольше. Желательно в каждом микрорайоне, чтобы детки наши радовались. Самые активные окружили ростовых кукол. Подвижные игры притягивали ребят как магнит. Для победителей конкурсов были заготовлены призы. Я бы пожелал, чтобы они долго жили, чтобы никогда не болели, чтобы у них всегда было веселое настроение. Веселое настроение нефтьюганской детвори организаторы обеспечили на 100%. Одним из которых выступил региональный молодежный центр под руководством Анаит Шишкиной. Под ярким куполом кванториума развернулась целая мастерская инженерной техники. Мастер-классы рисунков 3D-ручкой, резьба поделок из дерева электролобзиком, конструкторы. Все, что сделали ребята своими руками, можно было забрать с собой. Сделали те мастер-классы, которые интересны будут прежде всего более маленьким ребятишкам. Но надеемся, что и взрослые придут с этими ребятами. Баттл Сумо собрал больше всего зрителей и болельщиков. Задача робота каждой команды – выдвинуть противника за поле. Укрепляют детали, образовательный конструктор. У нас есть специальный. Они его утяжеляют. Кто знает, например, создают какую-то зубчатую передачу, определенные механизмы, чтобы робот был сильнее. Победила команда «Смела». А вот выставка мотоциклов привлекла внимание мальчишек всех возрастов. Эти железные кони на 125, 65 и 250 кубических сантиметров – неоднократные призеры и победители различных соревнований. Для тех, кто только освоил двухколесный велосипед, посидеть за рулем кроссовой мототехники – высший пилотаж. Мотоциклы круче, потому что там два колеса есть, и они намного быстрее, чем машина. Посмотреть технику в действии и оценить ее мощь можно будет уже на этих выходных. 2 и 3 июня на трассе за 8-м А микрорайоном пройдет чемпионат России по мотоциклетному спорту. А у подростков сегодня состоялось начало трудового лета. За месяц они смогут получить около 5000 рублей, при этом работая всего 2,5 часа в день. Куда планируют потратить, а главное, есть ли те, кто готов радоваться самому процессу – в следующем материале. На работу, как на праздник. С начала года свою первую зарплату получили 1258 подростков, а уже с понедельника начнут работать еще 200 трудящихся. Ребят, не дрожите. Лето сегодня началось. Так вот, с трудовым летом вас поздравляю. И в добрый путь. Впереди три месяца каникул. И вы правильно сделали, что выбрали работу в эти месяцы. Работа что дает? Молодцы. А что еще? Друзей, опыт. Кто-то присмотрит себе работодателя, да? Или работодатель обратит на вас внимание. Озеленители, архивисты, вожатые. У молодежной биржи труда договор с 40 городскими предприятиями. Так что вакансию можно было выбрать. Я буду работать вожатым. Просто мне нравится общаться с детьми. Буду в суде работать. Ну, кем что скажут. Курьером там бумажки перебирать. Куда планируешь деньги потратить? Деньги. Я хочу, чтобы родители добавили и съездить в Петербург. Я буду их копить. Я в следующем году поступаю. На само развитие. Там купить себе музыкальный инструмент. Укулеле. Городские депутаты предложили завести новую традицию. Лучшему трудовому отряду лета вручить символическую золотую лопату. И сделать приз переходящим. В финале трудового праздника все присоединились ко всероссийской акции «Самый дружный хоровод». Счастливое детство 60-х. В культурно-выставочном центре Узбалык сегодня открылась передвижная фотовыставка «Как молоды мы были». Чтобы принять в ней участие, свои работы прислали жители со всех городов округа. Лучшие фотографии югорчан теперь сможет увидеть каждый желающий. Каким оно было счастливое детство и юность вспомнили из старожила Нефтьюганска. На выставке «Как молоды мы были» собраны лучшие работы одноименного окружного фотоконкурса. Он прошел в рамках всероссийского партийного проекта «Старшее поколение». Строили города, месторождения открывали. И это вы, это вы, вот старшее поколение, в конкурсе принимали участие лица старше 50 лет. Участвовали в фотовыставке не только профессионалы, но и любители. Их работы представлены в трех номинациях. «Я эту землю знаю с детства», «Семейный альбом» и «Я люблю тебя жизнь». Все больше и больше поможет нащупать вот эту нить связи поколений между вами, первооткрывателями, первопроходцами, земли югорской старожилами этой земли. И теми, кто родились уже здесь, для которых «югра» – это слово, синоним, слово «родина». Участники прислали около 400 работ из 22 муниципалитетов округа. Лучшие были отобраны экспертами и представлены на сегодняшней выставке. То, что мы видим сегодня на этих фотографиях – это строки наших дней, наших лет. Ибо ценность человека и сила в том, что он помнит о своей земле, о своих предках. Этот конкурс организаторы планируют сделать ежегодным, а передвижная выставка за это время обойдет все города Югры, чтобы вновь вернуться в Нефтьюганск. Виктория Дрягина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Югланска». Сразу после выставки на территории Усть-Былыка начался концерт под открытым небом, посвященный Дню защиты детей. Перед зрителями выступили воспитанники музыкальной школы имени Андреева. Вообще мы планировали, что будут выступать все творческие коллективы. Это и камерный оркестр, и оркестр народных инструментов, и духовой оркестр. Но погодные условия не позволяют выступать скрипачам, потому что просто строй поплывет. То есть им нужно минимум 19 градусов. Несмотря на это, концерт удался. Учащиеся детской музыкальной школы выступили с 20 номерами. Для репертуара подобрали самые лучшие композиции о родине и счастливом детстве. Под открытым небом выступили флейтисты, саксофонисты, вокальный ансамбль «Юганочка» и духовой оркестр школы под руководством Виктора Сопина. В «Жемчужне Югры» прошли соревнования среди воспитанников спортшкол. 140 детей состязались по пяти направлениям. Перетягивание каната, стритбол, пионербол, веселые старты и мини-футбол. О счастливом и несчастливом детстве спортсмена в следующем материале. 140 воспитанников спортивных школ решили отметить День защиты детей в подвижном формате. В «Жемчужне Югры» организовались соревнования. «Желаю вам хорошего, как у нас будет, набрать все сил, здоровья и не забывайте на 1 сентября снова что-то праздникам». Веселые старты, мини-футболы, даже перетягивания каната. Но когда еще борцы будут против баскетболистов? В соревнованиях участвуют пловцы, легкоатлеты, волейболисты. Дети-спортсмены самые дисциплинированные. Но для счастья им нужно то же, что и всем. «Хватает заботы, солнца. Самое главное – это возможности. И все. Больше-то ничего не надо». «Я занимаюсь тренировками, на танцы хожу. Мне нравится это. У меня родители добрые. Ну, из-за этого у меня счастливое детство». «У меня было не особо такое счастливое детство, потому что родители иногда немножко строгие были. Там надо было делать. Потом, когда я немножко вырос, надо было в школу ходить. Не было, как сейчас». «Ну, то есть ты уже не ребенок?» «Да». «Чего тебе для счастья не хватает?» «Для счастья мне не хватает PlayStation, Sony. Потом мне еще не хватает игровой приставки, а еще мне не хватает нового телефона». Также ребята соревновались в пионерболе и стейтболе. По итогам всех пяти направлений наградят самых активных и сильных. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Пообщались на языке шахмат. Школьники нефтеюганска сегодня сразились с гроссмейстером из Индии. Международный мастер по шахматам видит Гуджирати. Оценил силы воспитанников школы развития номер 24. Чем закончилась встреча юных спортсменов с профессионалом, расскажем в следующем сюжете. «Две армии, которые борются за защиту короля своего». Таким видит игру в шахматы Сейдбек Костеков. И он не первый раз побеждал на этом поле сражения среди его ровесников на городском и региональном уровне. «В этом году я получил в Пойковском первое место, потом еще в Сургуте второе место. Ну, все получалось. Хорошо начинал играть, изучал все в последнее время. Задачки решал много. Это чтобы узнать, как играют, например. Ну, гроссмейстеры, например». Познакомиться с одним из них Сейдбек и не мечтал. Мальчик всего четыре года в этом спорте, а ему пожимает руку международный мастер по шахматам, видит Гуджирати. «Под инициативе депутата Думы округа Владимира Николаевича Семенова организована вот эта сегодня встреча. Мне хотелось бы также всех вас поздравить от председателя Думы города Невчеганска, от всех от нашего депутатского корпуса. Пожелать вам, ребят, успехов, удачи и показать все те умения и навыки». Видит Гуджирати всего 23 года. Свой путь к званию международного мастера он, так же, как и эти ребята, начинал в 7 лет. Поэтому, понимая потенциал школьников, в поддавки не играл. «Я думаю, что уровень был достаточно высокий. Я видел энтузиазм. Но, безусловно, игроки должны усиливать свои навыки». Партия с 15 игроками длилась около часа. По результатам его, видит, выбрал четверых сильнейших игроков. Лучшим, по мнению гроссмейстера, стал Сейдбек Костеков. Виктория Дрягина, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганз». Через минуту в прямом эфире начнется программа «Вечерний гость». Как провести летние каникулы, интересно, используя, и что делать, если лето так и не пришло. Своими секретами и позитивом с нами поделятся две счастливые многодетные мамы. Субтитры создавал DimaTorzok